Качество еды в школьной столовой под пристальным контролем родителей и властей. На одной из проверок, которую провели в новом корпусе 56-й гимназии, побывали мои коллеги. Ну что, ребят, вкусно сегодня завтрак? Что мы хочем добавки? Для школьников предусмотрено 10-дневное цикличное меню, которое разработано с учётом требуемой калорийности суточного рациона. На столе овсяная каша, бутерброд с сыром, яблоко и кофейный напиток из цикория с молоком. Завтрак сытный, полезный и сбалансированный. После завтрака ребята подходят и спрашивают, что будет на обед. На обед у нас сегодня свекла отварная с чесноком, суп рыбный, гуляш и макароны отварные и компотик. Для нас, для поваров самое главное, чтобы было очень вкусно, чтобы деткам понравилось, так как мы стараемся, чтобы нас хвалили. А лучшая похвала – это довольные лица ребят, которые оставляют после себя пустые тарелки, и их слова благодарности. Каша очень вкусная, особенно с бутербродом. И мы так наедаемся, что даже до обеда хватает. По словам родителей гимназистов, блюда подаются по утвержденному меню. А рацион школьного питания соответствует требованиям, которые предъявляются к приготовлению завтраков и обедов для детей. У меня учится Аришка. Она учится в 7 классе. С душой приготовлена. Я уверена, что можно дома больше не готовить, пускай кушают в школе. Действительно, все соответствует качеству. Все на высшем уровне. У меня ребенок учится во втором классе. Алина. Каждый раз очень довольна. Вот, я сегодня тоже попробовала. Каша, как в детстве. Какао – это просто вообще восторг, как в детстве. Я тоже за ребенка спокойна, что он сыт и доволен. Что детям больше нравится, интересно узнать. Всегда нам спросил, что любят больше всего. Это борщ, это пельмени. Качество питания очень важно для нас и для детей. Все здесь на самом высоком уровне. И оборудование, и персонал, и отклики от родителей, и от детей. Это очень приятно. Проект «Родительский контроль» стартовал в школах Подмосковья 4 года назад. По согласованию с классным руководителем, мамы и папы могут прийти в общеобразовательные учреждения, где учится их ребенок, и оценить качество питания, а также высказать свои предложения и замечания. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛТВ. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛТВ.